Всем доброе утречко! Меня с утра в живот порадовался Жгей огромным букетом цветов. Здесь много беленькие и вот такие вот персиковые розочки. Красота! Пахнет великолепно, но помимо этого он принёс ещё огромный цветок. Такой говорит, Настя, это ещё не все подашки. Вернулся в машину, заходит. Знаете с чем? Сейчас покажу. Просто с огромным лимоном. Вот такой вот лимон, прям с лимончика. Оказывается, с утра позвонил дедушка с Жгей и сказал, приезжай, забирай на машине. Это дедушка подарил мне на день рождения. Вот такой вот лимон. Как вы поняли, у меня сегодня день рождения. Мне исполняется 32 года. В этом году, 89-го года рождения я. Вот так. 32 уже. Я вообще только что вот 30 исполнялась. Откуда 32? Как они так быстро пролетели? Я вообще не понимаю. Мне кажется, с каждым годом жизнь всё быстрее и быстрее летит. Раз и 32. Я только сегодня поняла, что я Стёпу родила, оказывается, в 30 лет. Меня мама родила в 30 лет. Я всегда думала, это так поздно в 30 лет. Оказывается, я сама такая же. Я просто помню, что когда я была маленькая, ну как маленькая, в школе училась, у меня у подружки, мама была, ну такая совсем молодая. Я спрашивала, во сколько она тебя родила? Она говорит, в 19. И вот я тогда думала, надо ребёнка в 19 лет родить, чтобы тоже такой молодой, быть красивой. А в 19 лет я, естественно, поняла, что в 19 лет я ещё ребёнок, и никаких детей мне ещё пока было не нужно. Ну, в итоге, вот, Никитка у нас появился. Мне было 24 года. В 23 я забеременела, в 24 я родила. И мне кажется, это идеальный возраст. И в 30 лет вот сейчас со Стёпой мне тоже очень хорошо, удобно и комфортно. В общем, теперь у меня появился вот такой вот лимончик. И я даже подумала, по-моему, дедушка его прививал, откуда-то веточку брал. И я подумала, если у меня вот те маленькие лимончики или мандаринчики, что это вырастет, можно вот отсюда потом веточку туда привить будет. Будет два лимона у меня, которые будут плодоносить. Будет интересно. И я сегодня должна была прям с самого утра идти на прическу. Но, как видите, ещё не пошла. Мне просто мастер позвонил и сказал, приходите к 10.30, а не к 8.30, или во сколько я там должна была. Так что сейчас собираюсь и выхожу уже. Я сегодня, кстати, первый раз вот за 5 дней последних накрасилась. Ну, я так, чуть-чуть совсем реснички вот прям с самого краешка накрасила. Хотя бы в день рождения всё-таки мне захотелось, чтобы у меня появились небольшие реснички. Серёжка меня прям порадовал. Я обожаю розы. И белые розочки мне тоже нравятся. И вот эти персики красивые такие. Он детей в сад отвозил и вот по пути заехал к дедушке и в цветочный магазинчик. Пока поставила в эту вазочку, потом, может быть, переставлю в другую. Сделали из меня красоточку вот такой. Мне так нравятся эти кудрайки. Смотри, какие-то клёвые. Обалдеть. Я даже не думала, что я могу так вырезать. У нас дождина такая. Так, ну что? Я... Ну не смотри, подожди. Ну не смотри. Я, значит, пришла домой. Сейчас сниму первую реакцию Сергея на эту прическу. Мне интересно, что он скажет. Небось пошутит что-нибудь интересное. Ну вообще, я знаю даже, что он скажет. Ну чё, Серёж? Тебя камера спотешит. Серёж, ну чё? Мне нравится. Тебе нравится и хорошо. Серёж говорит, а чё они такие влоки в каком-то? Серёж, как обычно. Мне очень нравится. У меня взрыв на макароны фабрики. Я довольная. Мне очень нравится. Классно. И не пишите, не вздумайте мне писать, что мне плохо. Мне хорошо. Мне очень нравится. Везде такие кудряшки, кудряшки. Можно просто вот так заколоть. И всё, и прическа готова. У меня такого никогда не было. Я, конечно, буду к себе привыкать сначала, потому что непривычные, просто даже отражение в зеркале не такое, как обычно. Это же необычные кудряшки, знаете, как после косички. Это именно локоны. Как тебе, мои макарошки? Лапша. Ну, нормально. Похоже на лапшу? Ну, так, сделано вроде нормально. Симпатично, аккуратно. Довольная. Она мне говорит, давайте, пока вы лежите. Ну, я лежала, когда на драковой. Она говорит, давайте я вам коррекцию бровей пока сделаю. Она ещё мастер по бровям. А я говорю, да нет, мне после операции пока лучше глазам не трогать ничего. Так можно было бы ещё и бровки сделать. Заодно. Я пока привыкаю к своей новой прическе. Сергей сейчас уехал. Поехал за Мишей и Стёпой в садик и как раз заберёт Никиту и маму сюда привезёт мой небольшой тортик. Здесь покушаем, отметим моё день рождения. Дедушка сказал, что сегодня не придёт, не хочет он приходить. На самом деле, он просто вообще не любит все вот эти застолья и так далее. И вот он даже через Сергея передал подарок, чтобы не приезжать. В общем, дедушка отмазался. Можно так сказать, не захотел приезжать. В общем, дедушка передал подарок лимон вот этот вот шикарный. Теперь у меня будет расти. Бабушка сейчас приедет. Андрей ещё обещал заехать. Я его приглашала. Тоже говорю, приходи, тортик попьём. Таня сказала, что не может приехать, что она заболела вчера. В общем, сейчас придёт Андрей, придёт мама Сергея и мы небольшой тортик скушаем с чаем. И я ещё салат хотела сейчас сделать по-быстренькому с крабовым палочком. У меня дети его с удовольствием едят. Я тоже его люблю. Сейчас сделаю салатик. В общем, посидим за маленьким домашним столом. Я прям смотрю в камеру, никак не могу привыкнуть. Мне очень нравятся эти кудряшки. Так, по цене, по-любому будут спрашивать, стоят, вот, мне вышло 3000 рублей вот эти вот кудряхи. Хотя я в разных местах спрашивала, говорили от двух до восьми. Каждый мастер по-своему говорил, вот в итоге я заплатила 3000 рублей. Но мне очень нравится, классно. И обещали, что от двух до шести месяцев будет держаться. Я вот даже сейчас хвостик сделала, всё равно даже хвост выглядит, уже даже в хвосте прическа как будто не так, как раньше. Так, по поводу тортика. Я его сама не делала, у меня до сих пор рука не может ничего давить, и вот я хватать могу, а давить не могу. Поэтому тортик заказала Сергею просто купить, вот он сейчас поехал и по пути как раз тортик купит. А я сейчас начну делать салат, то, что не нужно резать, просто открою, пересыплю. И вообще, обычно я салат делаю через овощерезку. Овощерезку я, наверное, смогу давить пальцами, поэтому тоже могу сделать. Салатницу достала. Видите, как я огурцы режу? Овощерезкой притыкаю, и получаются такие вот одинаковые кусочки. В салат я режу вот почти все вот этой овощерезкой. Обычной, маленькой. Если я вдруг эту овощерезку теряю и обнаруживаю это перед каким-нибудь праздником, это просто катастрофа, потому что приходится все резать ножом. Для меня это реально очень долго. А вот так один огурец порезан буквально за 30 секунд. Главное, чтобы она не порвалась, нужно срезать, потому что если будет вот так, то она просто не сможет проткнуть, порвется, скорее всего. Сейчас, кстати, когда за горошком полезла, увидела, что у меня еще шпрот, есть целая. Наверное, еще сделала бутербродики со шпротами, потому что я их очень люблю. Я думаю, Андрей с удовольствием их тоже покушает, и сетки тоже. Дети у нас не любят шпроты, не едят, но мы с удовольствием едим. Так что хлеб я сейчас купила тоже. Вернее, заказала деливер опять доставку. Очень удобно оказалось. А там еще сейчас код на 200 рублей скидку. Почему бы не воспользоваться, пока он работает. В общем, сейчас заказала деливер и доставку, хлеб привезли. Бутербродики со шпротами обязательно сделаю. Кстати, по поводу вот этого способа резки огурцов. Если огурец, знаете, такой с толстой коркой, типа как резиновый, они не хрустящие, резиновые, то лучше так не делать, потому что вот не выдержит, порвется. Я делаю так только на таких огурчиках, которые хрустящие. Я почистила яйца. Как-то Сергей яйца отварил, пока мне не было. Я их еле-еле почистила. Вон аж. Кожурка вся прилипла. Не знаю, почему так получилось. Они остывали прямо в воде, в которой Сергей их варил, походу. Либо он залил. Ну, в общем, вода была теплая, и в ней яйца плавали. Кто там пришел? Пирожочки мои сладкие. Ты что, один? Где все остальные? О, все пришли. Мам, хочу сказать, что сегодня в садике у одной девочки было денег, где нет. Тоже? Здорово. Ой, здрасте. Мам, как ты угадала, что сегодня... Давай я тебя раздену. Маму выставляем, да, сейчас? Маму? Он что-то недовольный, что-то не смог растягнуть, что ли? Потому что мокрые все. Мокрые все. Ой, какая красота. Спасибо. Розочки я люблю. Да. Спасибо. И тортик. Раздевайся, раздевайся, Миша. Там грязно. Шапка вон там должна лежать. А как ты угадала, писать? Писать. 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 Сегодня выходит. Ее мама вчера писала. Мокрые. Мокрые, да. У меня букетик пополняется другими розочками, становится такой разноцветный, красивый. Белые розочки чуть-чуть подлиннее. Остальные покороче. Такой большой стал, красивый. Издалека вообще шикарно смотрится на столе. Такой гигантский букет еще на пол стола. Сергей там рассказывает истории веселые. Истории рассказывает. Мишулечка, смотри на Никиту и на Степу. Чего тебе не хватает? Рассказывай. Да. Иди, раздевайся. Раздевайся, иди, Миша. У меня тут новые ложечки вот такие вот красивенькие. И сахарница. Сахарница неубиваемая, Настя. Да? Железная? Да. Отличненькая. Стеклянная не стала дарить тебе. Опять думаю, детишки разобьют. Что такое? Что такое? Вот. Сахарница, которая не разобьется. Да. И я отражаюсь с ложечкой тоже. Мне нравится, когда в сахарницах вот такая вот выемка для ложечки есть. Удобно. Теперь никто не разобьет. Красота. Сергей делает вкусняшку тут. Это ножки замариновались, да? И куриное филешка. А это что? Яйцо? Да. Панировка будет? Угу. Класс. Я прям смотрю на букет налюбоваться не могу. Они так здорово все вместе встали. Красиво. Так, Сергей, вот оказывается какую вкуснячину делают. Это вот такие вот наггетсы получились. Вкуснятина. Тут яйцо, мука. Там еще все замариновано. Вкусные наггетсы? Кто попробовал уже? А Никита уже третий-тарек салат ест, да? Вкусно? А Миша отказывается. Наггетс сейчас тебе дам. Андрей пришел. Смотри, какие красивые. Мы дарим тебе от всей души с днем рождения. Спасибо. Это в этом мини-подарочек я собрала. Я там сразу резинчка есть. Спасибо, Андрей. С днем рождения. Заходите, гости дорогие. Заходите, тортик будем резать. Как раз к тортику. Заходите, заходите. Не травмись! Давай. Сейчас я желание загадаю и задумаю. Скажешь, когда она тебя начать снимать. Миша, хочешь тоже свечки задуть? Да. Давайте я зажду. Задуешь? Пожалуйста. Еще тебе кусочек? Вот, смотри. Слочек какой-то зеленый, да. И он попросил еще цветочек. Вот это только не ешь. Почему это тоже самая шоколадка? Это эмблема волгоградского. Это пластик. Это шоколадка. Это шоколадка. Это шоколадка. Да? Ну, попробуй. Бежи, Мишенька. Нет, там же буквы написаны, Миша. Ну-ка, папа, папа. Пластик натуральный, да? Буклы шоколадные. У меня здесь такого не было. Буклы шоколадные. Ты не читаешь, что собачьи тёж пластик душу и живу в дороге. Так. Те у них там тарелки. Майя. Андрюша пришёл в гости. Здравствуй, Андрей. Надо, стой с нами на гости. Мама висит. Я вчера по этому... Еще один кусочек. Я посмеялся, что это мама в Инстаграм. Или тебе не нравится? Дергаси, продвинул ты в твоем теле. Это все гей. Я вчера маме сделал Инстаграм. Маме вчера Инстаграм установил. Мама рассказывает, как вчера пользовалась ей. Да ладно, как презентировать. Инстаграм. Андрюха зашёл в гости, поздравил. Первый раз в Инстаграм, а сегодня уже удаляется. Удаляется. Я сейчас какие-то маленькие нарезал кусочки. Давайте по два. По маленьким давай. Я вспомнил, Настя, что мне надо купить, Настя. Многие не ведут, просто смотрят. Стулья. Стулья, да. Мы же хотели стульщик. Я сегодня вспоминал, что мы забыли купить. Ой, да чешняка и кота, и кота. Уйди на Федокр. Вот. А цветочка. Сейчас тебе тоже положу. И цветочка. Так, пойдем на туда за столик. Бандит, Саня, ходишь? Нет. Нет, это значит не бандит. Это, да, он на другую тело вопросу перейдет. Ой, деловая, парень. Я цветочку положу. Сергей решил снять этот лимон. Сказал, что он уже перезрел. Пора его снимать и в чай добавлять. Есть? Угу. Покрутите. Я видел, что мандарины такие. Откручивая. Странно, крепко сидит. Но он перезревший уже давно. Не, не, перезревший. Будем собственный лимон теперь кушать, да? Папа вырастил. Это никакой хрустящий. А пахнет, пахнет не так, как покупные. Все равно. Это, конечно, прям ароматный. Можик в чем-то был. В торте. У нас сегодня целый день дождь льет. Я на такси ехала в парикмахерскую обратно тоже на такси. Все это время дождь лил. Вообще. И никак не остановится. Целый день. Лимончик теперь. Я хочу этот лимончик переставить потом вот туда. Я сейчас взяла букет сфотографироваться. Как они мне нравятся. Смотрите, какие идеальные. Просто цвета, сочетание отлично. Пахнет великолепно. Я сфотографировалась, чтобы в инстаграм добавить фотографии. С днем рождения. Здорово так получилось. Очень мне нравится. Вот те розочки мне тоже нравятся. Но они просто не сочетаются именно с этими цветами. Поэтому я их отдельно поставила. Красота. Это получился букет от моей мамы. Букет от мамы Сергея. И букет от Сергея вместе. Все вместе сочетаются идеально. Я обожаю цветы. Живые, когда они пахнут вкусно. Когда они стоят на столе, радуют глаз. Я стараюсь как можно дольше их придержать. Ухаживать за ними, чтобы они подольше не вяли. Мне не просто нужно поставить вазу, чтобы они там стояли. А я буду их в ванне отмачивать до последнего. До последнего цветочка. Буду их пытаться оживить. Обожаю розочки. По поводу прически моей. Это не химия. Это биозавивка. И вроде как она волосы не сильно ждет. Но если честно, мне не важно. Мне просто нравится цветок. Мне очень нравится, как это все выглядит. Степа, мне свет тут выключил. Я, в общем, очень довольна получившимся результатом. Мне очень нравятся вот эти вот кудрашки. Красиво. Я прям именно так по себе и представляла. Я вообще представляла чуть-чуть локоны не такие мелкие. А вот чтобы они покрупнее были. Но так мне тоже очень нравится. Всех спать уложила. Все убрала. То, что осталось в холодильник. А сейчас еще Сергей мне сказал, что он мне заказал беспроводные наушники. Я такая довольна. Я можу, когда мне дарят подашки, которые мне нужны. Мне очень нужна была сахарница. Мне очень нужны были ложки. Мне нужны вот эти вот беспроводные наушники. Не обязательно там какие-то дорогие. Мне лишь бы они, чтобы работали. Потому что я в основном не музыку слушаю, а книги слушаю. Поэтому мне любые подойдут. Лишь бы они беспроводные были. И я с Сергеем давно говорила, что мне нужны такие закажи. Вот он мне заказал. А еще мы сейчас на зоне с Сергеем заказали еще четыре стула. Точно такие же, как у нас есть. Опять долго сомневались между цветом. Думали, бежевые брать или еще черные. Бежевые или еще черные. И в итоге взяли опять черные. Бежевые, кстати, там немножко дешевле. По-моему, на 400 рублей. Ну, то есть, четыре стула на 400 рублей дешевле. Вот. День сегодня хорошо прошел. Я сейчас опять смотрю в кадр. Мне так нравятся эти кудряшки. Я прям счастливая. Мне парочку людей написали в Инстаграме, кто в 21 веке делает химию. Я делаю. Мне очень нравится. Вот так. Красота. Я сегодня днем выложила влог с обследованием перед операционным. И все меня там под этим влогом поздравляют с днем рождения. Всем огромное-огромное спасибо за поздравления. Очень приятно читать. Мне кажется, с каждым годом у меня все больше и больше поздравлений. Это так приятно. Каждого-каждого прочитала. Всем огромное-огромное спасибо. Комментариев очень много. И поздравлений очень много. Я постараюсь всем поставить лайки, если получится. Просто огромное-огромное спасибо каждому. День сегодня был замечательный. Сейчас хочу чай топить спокойно, в тишине. И потом пойду уже спать. Чай с лимончиком, который выращен дедушкой. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ.